В области полным ходом идет незримая реформа автошкол. Их в обязательном порядке переаттестовывают на соответствие новым правилам обучения. Но даже если переаттестуют, лучше не станет. Ибо сами программы обучения как были средневековые, так и остались. А нам пожинать их плоды. В странах с нормальной автомобильной культурой, прежде чем дать тебе права, заставят сначала учиться в течение нескольких лет, потом сдать экзамены по вождению зимой и летом, и только потом, пару лет спустя, дадут полноценные корочки. Как у нас. За 2 копейки и 3 месяца изучения краткого изложения курса молодого бойца кто угодно, даже бревно, может выехать на дорогу. Ну, они и выезжают. Собственно, все остальное лишь следствие этой самой убогой в мире системы подготовки водителей. Как, например, надо разворачиваться на широкой дороге ночью в плотном трафике? Этому должны бы учить. Как делают у нас. Берут да разворачиваются. Ну, или еще из той же серии. Как надо поворачивать. Да прямо со встречки взял, да повернул. Собственно, к чему приводят неумение совершить элементарный маневр. К мясу и хламу. И, чтобы закончить про повороты. Байкеры ежегодно плачутся, что мы при маневрах не смотрим в зеркала, а они потом страдают. Все бы ничего, да вот только есть нюанс. Как взгляд в зеркало поможет засечь демона, несущегося ночью, по встречке и на высоченной скорости. Вдогонку про двухколесных. На медне велосипедисты провели так называемую акцию «критическая масса». Ну, типа привлекают внимание к своему движению. Мол, нас так много, что надо с нами считаться. При этом умный человек проследил за ними на всем пути следования и насчитал десятки нарушений ПДД и банальное этих самых ПДД незнание по любым вопросам. В общем так, критическая масса. Сначала за парту, потом будем говорить о ваших правах. Пока что они есть только у автомобилистов и байкеров. Ну, такие, знаете, пластиковые. В кольцевых гонках есть понятие «первый ряд стартового поля» и «пол-позиция», то есть «старт первым». Борьбой за пол заняты и наши автомобилисты. При этом и выглядят по-идеонски, и ничего в конечном счете не выигрывают. И ведь, что характерно. Для выигрыша какого-то эфемерного права уйти со светофора первым, многие готовы рисковать правами, даже в тех случаях, когда объективных предпосылок типа «заторов» к этому нет. К новостям тюнинга. Надписи по бортам уже были, словеса на задней части машины, видимо, тоже не в тренде. Как же в таком случае выделиться из серой толпы? Залепить буквами все лобовое, чтобы уж точно как в бункере быть. Наши гаишники налогчились такому, что позавидовали бы даже агенты из «Матрицы». Например, умеют внезапно материализовываться чуть ли не из-под земли. Еще у гаишников есть волшебное свойство делать нелегальную тонировку легальной. Всего за пару пасов руками. Правда, пасы эти по направлению к бардачку машины ДПС должен сделать владелец машины с тонировкой. Все, можно ехать дальше. Тонировки как бы нет. Эту запись нам прислал наблюдательный зритель, у которого под окнами такую наглухо тонированную машину поймали. И даже замерили светопропускание специальным прибором. А дальше пошло волшебство. Нарушитель сел на правое сидение, что-то отсчитал руками, это что-то положил в бардачок и поехал абсолютно чистый и даже прозрачный перед законом. Айда, экипаж полка ДПС с бортовым номером 2526. Вот это я понимаю. Служить и защищать, спасать и сохранять. С нетерпением ждем разъяснений от ГИБДД Екатеринбурга по поводу творящейся на наших глазах магии. А от вас с таким же нетерпением ждем новой порции записей с регистраторов, да и вообще любых фиксирующих средств. Адрес почты на экране, голосование в теле новости. Кто наберет больше голосов, уйдет с призами и подарками от нас с магазином Автоэлектроники Никос. Всего доброго! Субтитры сделал DimaTorzok